МОСТОСТРОИТЕЛЬ Если люди говорят о том, что их услуга не устраивает, если люди говорят о том, что деньги заплатили, а услугу не получили, то не только про эти 60 тысяч рублей там разговор-то шел. Нет, там речь шла о перерасчете. Конечно. Можно я прям последний вопрос? Я все равно хотел бы увидеть некий такой вот альбом, каким мы хотим видеть весь поселок. Благоустройство территории поселка – одна из важнейших проблем, о которых говорят жители. Но есть и другие. Глава города рассказал о том, что уже сделано. Отремонтирована теплоизоляция на двух километрах теплосети. Сегодня мы говорим о том, что проведена ревизия электроснабжения. Сегодня мы говорим о том, что отсыпана 500 метров дорога, та, которая на сегодняшний день затруднение было проехать. Мы видим с вами теплосети. Здесь присутствует директор теплосети Тарасов Александр Сергеевич. Заизолирована, приведена в нормативное состояние. Кроме того, есть проблемы с транспортным снабжением. В микрорайоне проживают 85 детей, которые учатся в трех разных школах. В поселок идет автобус только с одной из школ. Остальные ученики ездят на общественном транспорте. Которые ходят с перебоями. Остаются проблемы из ЖКХ. Смотрите, вот Александра Валентинович очень красиво говорит о том, что проведена проверка. Проверка как была проведена? То, что посчитали нам, сколько на текущий ремонт идет, так мы сами можем посчитать. Я же просила акты, которые управляющая компания нам не предоставляла. Затем, смотрите, появился протокол. Поддельный протокол от управляющей компании. Где они имели наглость даже подделать подписи собственников дома. Жители слишком долго терпели и не обращались во властные структуры. Нечистые на руку дельцы от коммуналки этим пользовались. Работа велась очень давно. Она проходила систематически. Теплосети подключались и выполняли определенный объем работ. Но так массово. Только после того, как подключился Сергей Иванович Морозов, руководство города. Потому что на сегодняшний день жители высказали очень жестко и критично по этому вопросу свое мнение. И после этого начались колоссальные изменения в самом поселке. Ни жители, ни губернатор не собираются отпускать ситуацию. Порядок в поселке будет наведен. В планах смена управляющих организаций, ремонты домов, благоустройства. Прямой диалог налажен. И ситуация уже сдвинулась с мертвой точки. Павел Половов, Юрий Ломатов. Новости Улправды ТВ.